Привет всем! Вы многие видели уже как ездит данный Форт Бронко зимой. Но пришло время посмотреть как он едет весной. Погнали! Пробуем сразу на таком небольшом спуске. Выкручиваем максимум колесо. Теперь главное не перевернуться. Уперся бампером и приехал, чтобы продолжить дальше. Давай аккуратненько. Тормоз с двигателем есть, но все равно плавность не такая как у больших трофеек. Но в любом случае версия 2 лучше. Сел на брюхо. Поехали, поехали. Сносит, сносит, сносит. Сел задним мостом. В общем вывод. Вверх плохо ездит и не любит. А вот вниз едет с радостью и плавненько. Как видите вот букс и сплошной букс. Давай-давай по песку. Погнал-погнал-то вниз. Еще бы. Добавим грязи. Он настолько легкий, что ничего под ним не продавливается. Я думал все-таки сейчас будет здесь буксовать, но к сожалению пока нет. Но мы найдем. Найдем такие места. Прыгнул. Так, 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 по ручейку пошел. Ах, зеркало. Вот так вот. Неплохо, неплохо идет. Так, неплохо идет. Давайте попробуем в обратную сторону. Погнали вверх по ручейку. Это уже интересней. Да, вот здесь бы ему бы скорости побольше, чтобы прыгнуть. Но, к сожалению, нет. О, выбрался. Давай-давай-давай, жми-жми-жми. Смотрите-ка, преодолевает. На полном газу все. Так, упираемся бампером. Ничего, выехал. И зацепа не хватает. И с прыжка-то уже не прыгнуть. Так, мокрое препятствие. Мне кажется, он сейчас там забуксует. Хотя нет, смотрите-ка, пока едет. Слишком простая лужа. Вот грязюка. Но все зависит от его веса. Так как он легкий, то, скорее всего, он не продавит эту грязь. Да, проедет поверх. Вот, давай-ка сюда, 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 сюда. Так, заднее колесо. Одно на камне. Давай, 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 жму полный газ. Вот, выбирается. С трудом. Ну же, ну же, давай, рой. Не вперед и не назад. Он мог выехать, но, в любом случае, он опять не может. Слушайте, но грязь не для него вообще. Лишь только с моей помощью выезжает. Обычная лужа, конечно, не препятствие. Радиус разворота невелик. Поэтому приходится так много. О, смотрите-ка, даже сюда мы не заберемся. Все, опять сел. Давай, плавненько, аккуратненько. Подвеска даже имеет ходы. Так, смотрите-ка, камни преодолевает. Ползет, ползет. Опять где-то застрял. Упирается. И не может. У прыжка. Камни, честно говоря, не такие уж и большие. Но, в любом случае, не может вправиться. Уселся. Ну же. Так, ну вот здесь вот достаточно суховато, но все равно чуть-чуть влажный песочек такой получается. Давай, давай. И с разгона мы... О, с разгона взяли. Отлично. Хорошо. Хорошо. Давай здесь. Еще покруче немножко. Опять берем разгон. Вот тут уже и с разгона не получается, к сожалению. Скажи, перебор, ну куда ты меня в такую гору-то тянешь? Давай здесь тогда. Сносит, сносит, сносит. Но, смотрите, даже плавно заехал. Круто. Вот она, наконец-то. Стихия. Ой. Маленькая коряжка и все, и не едет тачка. Оп. Так, 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 аккуратно. Ну вот, неплохо. О. Так, 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 тихо, тихо. Сейчас а то съедем раньше времени. Да, радиус бы, поворота бы еще поменьше бы. А то уж слишком велик. Вот так вот. Честно говоря, ожидал от него большего на бездорожье, но, как видите, не едет. Да, зимой как-то по деревяшкам интереснее даже ехал. Ползал, карабкался. В общем, для него нужна либо ровная поверхность, либо бугристая, но с хорошим зацепом, чтобы не было букса. Потому что для такого масштаба найти препятствие на улице очень проблематично. Все просто огроменное в нашем мире для него. Поэтому рассматриваем как зимний вариант домашнего ползания. По диванам, по подушкам, в общем, где хотите, хоть по книжкам. Ну, в общем, как первый автомобиль. Нет. Как второй зимний домашний. Да. А если рассматриваете что-то в этом бюджете, то, конечно, лучше купить что-нибудь из этого бюджетного. К примеру, Redcat Everest. Примерно по деньгам выходит то же самое, но тачка будет ехать по всем препятствиям, где это просто не сможет. И тачка огромная, можно грязи месить. И это примерно одинаковый ценник. В общем-то, вывод понятен, друзья мои. Если не знаете, чем заняться зимой дома, то, пожалуйста, выбирайте трофейку, потому что зимой дома она будет валить, будет здоров. Реально мне понравилось на ней гонять в домашних условиях. Но на улице вообще не интересно. Все ссылки внизу. Пока.